Приветище, добрые молодцы и краснодевицы! Добро пожаловать в игру под названием Древние Русы. Это демка, но уже есть первая сюжетная линия, то есть будет по кусочкам выходить игра, и первая кампания уже готова, в неё можно её купить и сыграть. Если игра понравится, мы продолжим. Пока что смотрим на демку, бесплатно все дела. Она, в общем, обещает, что здесь не будет никаких карт, не будет никаких помощников, подсказок, где что искать. То есть ты тут сам ходишь, ищешь, смотришь, открываешь территорию и запоминаешь в своей голове карту этой местности. В общем, должно быть прикольно, это в стиле готики. Начиная новую игру, я уже чуть-чуть поиграл, понял, что да как. Интересная боевая механика, графика вот такая, как ты сейчас видишь. Это у чего оказывает Ратмир. Он прибыл сюда, чтобы испытать свою силушку богатырскую. Вот мы и начнём. Сложность. Я вызов вначале выбрал, но понял, что вызов это слишком круто для меня, поэтому будет поход. Начинаем игру. Вот и Северная Борея. Всегда мечтал побывать в этих краях. Надо бы изучить окрестности. Может, найду чего полезного. Конечно, найдём. Я уже вижу здесь, ну, во-первых, стенд для обучения, можно его поколбасить. А во-вторых, здесь есть скляночка, малое здоровье. Подберём. Ну, давай. Значит, у нас есть атака в движении. То есть, вот мы можем вот так его ударить. Можем вот так вот его ударить. Подожди. Вот так вот его ударить. Потом вот так вот. И вперёд. Атаки прошли по обучению. Теперь две атаки и движение влево, вправо, вперёд, назад. Не вопрос. Раз атака. И в другую сторону. Раз атака. И влево. Раз атака. И назад. И так же вперёд. Раз атака. И вперёд. Вот такими вот махинациями мы выполнили обучение по боёвке. Также у нас есть у ворот удар. Это спецумение, которое тратит ману. Нажимаем. Вот такая штука. И есть ещё усиленный удар, который 50 маны схавывает. Сейчас продемонстрирую. Раздробил наш тренировочный стенд. Обучение пройдено. Выполните 4 комбинации. Не вопрос. Сейчас я сделаю 4 комбинации. И поломали наш стенд обучения. Ничего себе. Всё. Нужно теперь найти какого-то старосту деревни и поболтать с ними. Но прежде, прежде чем мы с ними поговорим, мы посмотрим, что... Опа. Крыса бежит. Сейчас мы на ней потренируем свои навыки. Вживую. Хорош. Неплох наш богатырчик. Нашли в крысе, значит, крысиная лапка. Есть 25 штук. В алхимической ступке можно получить ядовитый компонент. Забираем. Что мы там ещё собрали? Хвост гигантской крысы. Смердит. Очень воняющий хвост. Эта крыса охраняла. Ну, во-первых, маленькую крысу. И ящик с барахлом. Всё это тоже забираем. Серп взял. Кстати, я серпом могу драться вообще? Вот серп вместо топора. Могу вместо топора серп? Нет, не могу. Ладно. Серп мы можем разобрать. Здесь как раз вот стол для разборки. Считать, что это верстак. Закидываем туда серп. Закидываем сюда кружку. И всё это моментально разбирается в железо и дерево. Забираем. Это классно. Дальше. Открываем сундучок. Тут у нас есть лук. Бинтики для перевязки. Немножко золотых. Отмычки, чтобы вскрывать сундуки. И, конечно же, квас. На 30 минут увеличивает ловкость. Шикарный напиток. Также тут есть ещё книжечка. Преместленная книжечка. Можно почитать. Тут описано, какие столы что умеет делать. Допустим, стол для разборки. Понятно, разбираем предметы. Ступка позволяет получить дополнительные ингредиенты из разных компонентов. Печь для ковки. Позволяет отливать слитки из руды и железяк. Печь для хлеба. Позволяет печь хлеб. Костёр, наковальня, котёл. Ювелирный станок и стол для зачарования. Позволяет создавать различные вещи. Зелье, еду, свитки и магические кольца. В общем, можно здесь ещё и зачаровывать свои вещи. Рабочий стол вот мы нашли. Можно сделать кирку. Но так как у нас нету железных слитков, обломись. Ничего ты не сделаешь. Можно стрелы из этого сделать. Очень острое. О, давай мы стрелы сейчас и сделаем. Благо, у нас есть такая возможность. К тому же мы лук нашли. Так, почему? Вот у меня... А, мало. Я понял. Мало вот таких вот осколков. Что ж, делаем стрелу. Смотри, я могу с рабочего места отойти. Тут всё магическим образом само куётся. Теперь подхожу. Одна секундочка и всё, я это забираю. Спасибо. Теперь у меня стрел гораздо больше. Вот ещё один сундучок. Но прежде тут на стеллаже кружка лежит. Верёвку возьмём, стрелы, пила и подойдём к сундучку. Требуется одна ловкость. У нас её нету, но зато у нас есть шикарный напиток квас, который поднимает ловкость. Мы выпиваем, и теперь мы не офигенный воришка. Можем взламывать замки отмычками. Отмычки ломаются, поэтому ими лучше закупаться. Значит, мы нашли с тобой свиток огненный шар, лечебный свиток и свиток огненного зачарования. И также масло против животных, которое мы выпиваем на 5 минут, увеличиваем урон по животным. Тоже очень классная штука. Ещё раз вернёмся к столу разбору. Мы можем разобрать, значит, кружку, верёвку, пилу ржавую, книжку ремесленную... Нет, не сможем разобрать. В принципе, всё. В принципе, всё. И можно отсюда выдвигаться. Есть ещё... А, нет, стоп. Не всё. Мы вот забыли мёд собрать. Сразу же тут нас встречают цветочки различные, листочки, руда, которую нужно добывать при помощи кирки. Но, к сожалению, пока... Быстрое сохранение. Давай вот мы сейчас это сделаем. Только вначале отразим крысину напасть. Комбо, комбо, комбо. Давай влево уходим. Влево, 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 влево. Дружок, влево надо было уйти. Чё-то не уходил он влево. Не слушается меня, богатырь наш. Надо будет попрактиковаться ещё боевым искусством. Потому что бои здесь, они довольно необычные. То есть не так, что ты кликаешь по мышке. Давай же, ну, подсветись. Чё не получается-то? Мышку последнюю вот. Забери с неё всё. Эй! Чё-то... Чё-то не хочет он с неё собирать. Ну и ладно тогда. Раз не хочет, то и не хочет. Пойдём. Вот тут вот мы сейчас с тобой сохранимся. Возьмём, конечно же, красный гриб. Он для зелени нужен. Там вот... Ух, кабан какой. Пойдём уже бахнем его. Кабан! Хоба! Нормально ему нанёс урона. Ставим щит. А, он даже не успел на меня напасть. Чувачок там сидит. Но к нему мы пока не будем подходить. Мы сейчас, смотри, что сделаем. В пещеру спустимся. Да не простую, а опаснейшую. Игра сохранена. Пойдём. В этой пещере нас поджидают сокровища. Ну и, конечно же, крысы и зомби. Главное сделать так, чтобы мы отсюда вышли живыми. Поскольку зомби тут очень опасны. Мы находим в первом сундуке малое зелье здоровья, малое зелье маны и шкур зверя. Это нам пока не так уж и интересно. Интересно начинается за этой дверью, которую мы вышибаем. Она, увы, закрыта с другой стороны. И... Ну же, богатырушка! Щитом! Разнесли. Включаем лампу, которая висит у нас на поясе. Бежим на трёх мышар. Надо сделать так, чтобы они нас не укусили. Иначе у нас появится кровотечение, и мы будем медленно истекать кровушкой богатырской. Чего нам не очень хочется. Эй, мышка, можно я с тебя... С тебя соберу. Чё-то... Чё-то... Ну, в демке не всё так гладко, как хотелось бы. Пойду сундук открою лучше. В этом сундуке... Отмычка сломалась. Ещё отмычка сломалась! Блин! Чё, всё, у меня отмычек нет? Требуется... Блин! Пойдём, короче, отсюда. Пойдём делать новые отмычки. Вот это попадло. Все три отмычки просто взяли и сдохли. Ну, это нам даже на руку, потому что мы сейчас сохранимся. В пещерах сохраняться нельзя. Это прям вот челлендж такой. Типа, возьми и пройди пещеру без сохранений. Перед пещерами сохраниться можно. После и внутри... Ну, как бы после незачем, а внутри нельзя. Вот, делаем, значит, раз, два... Сколько у нас камушков? Пять. Вот, на пять и делаем десять отмычек. Ну, давай четыре. Четыре сделаем. Так, посмотрю, что ещё я могу тут сделать, не сделать. Разобрать я могу что-нибудь? Это клык кабана, неинтересно. В принципе, вроде бы больше ничего. Окей. Забираем отмычки, пошли по новой. И сейчас перед пещерой сохранюсь на всякий пожарный. Было бы неплохо, на самом деле, кирочку сделать. Но, увы, нам тоже это не позволено. Деревня Торжок. Ммм, ну ладно. Инвентарь у нас тоже может заполниться. У меня осталось совсем чуть-чуть места. А, стоп, сохранится. Обязательно. Игра сохранена. Всё, пошли. Пошли, пошли, пошли. Надеюсь, мне удастся открыть этот сундук. Ну, слава богу. С третьей отмычкой. Причём, смотри. Даже если ты открываешь сундук, отмычка всё равно ломается. Это жёстко. Не понимаю, почему она ломается. Кстати, смотри, что мы подобрали. Мы подобрали вот такую штуку. Это свиток огненного зачарования. Наделяет оружие ближнего боя силой огня. Увеличивает урон. Классная вещь, но нужно стол зачарования где-то найти. Доставим, кстати, лук. Мы же стрелы сделали. И надеваем амулет проворства, который мы только что нашли в сундуке. Он дарует плюс один ловкости владельцу. Эй, эй, забирай. И мы его надеваем себе на шею. Теперь у нас ловкости плюс три. И это хорошо. Помимо характеристик, которые у нас здесь, есть ещё и навыки. Вот они. Их тоже можно прокачивать, апгрейдживать. Но это чуть позже. У нас ещё даже первого... Точнее, второго уровня нет. Здорово, уже опасечка. Первый зомбарь. На тебе в черепуху. Ну, подходи. Так, главное, чтобы он не блевал. Вот он может сейчас и заблевать нас. Опа, начал, начал. Блин, траванул нас всё-таки. Ох, увернулся, как я удачно. А, нет, Х2 отравление. И повышение уровня. Блин, Х2 отравление. Что тут в нём? Пепел нечисти. Ну, заберём. А, кстати, фонарь. Чё? Нет, масло. Масло закончилось в фонаре. Надо сделать масло. Блин. Так, масло для фонаря создаём. Да, вот это тоже минус нашего фонаря. То, что его нужно постоянно заправлять. Всё, масло мы сделали. Можно зажечь фонарик. Без фонаря совсем плохо дела тут. Так, чё у нас? О, котёл. О, сундук. Открываем. Требуется ловкость 3. Так, у меня ловкость 3. Стой, подожди. Вот он, минус демки, да? Ловкость у меня 3, но, увы. Открыть я этот сундук не могу. А там, между прочим, когда я проходил до этого, камень повышения навыков был. Так как у меня второй уровень, я могу прокачать талант. Но для этого нужен красный камень навыка. Он лежит в этом сундуке. Лежит. Но из-за бага в игре я не могу его получить. Жалко. Ладно, пойдём без него. Ничего страшного. Пожарим себе мясцо. У нас есть... А, у нас всего одно сырое мясо. Ладно, заки... Дрова уже тут закинуты. Начинаем. Костёр развели. Мясо жарится. Там дальше вообще жопа начнётся. Конкретная жопа. Ну, ничего страшного, я думаю. Выживем. Всё. Заканчиваем. Дрова забираем. Из четырёх три дровина осталось. Это нам на руку. Так, лучник. Ну, стреляй же в меня. Видал, как он стрелы заряжает? Ну, почему не могут разработчики нормальную демку сделать с нормальными анимациями, чтобы характеристики в стиме отличные отзывы по игре? И, в принципе, мне она нравится. Мне нравятся механики. Нравится то, что тут нет никаких подсказок. Сам всего исследуешь. Нет никаких карт. Ну, как бы подсказки присутствуют, ну, пока мы обучаемся, да, вначале. А потом их не будет. Всё. Сам разбирайся, чё как. Ну, блин, опять с тела не могу. Вот, забрал. Забрал. Тут у нас что? Тут завален проход. И вот дальше начинается, смотри. Буги-буги. Здорово, ребят. Здорово. Так, мы сейчас отбежим. Есть другая идейка, хотя... Главное, чтобы он не заплевал нас. А то у нас ещё шесть минут отравления от прошлого. Оглушили. Ах, ударили по мне. Почти, почти его ушатал. Ах ты! Живём, пока живём. Всё, сдохли. Вот так-то. Перезагрузил уровень, короче. Ещё раз зашёл сюда. Попробую сейчас открыть этот... Отмычка сломана. Есть! Получилось, короче, открыть этот сундук. И вот он, этот камень. Решил без него не идти. Ну, а теперь по такому поводу мы прокачаем навык. Выберем какой-нибудь из этих вот... Это что у нас? Колдун. Дает дополнительную ману и регенерацию. Угу. Длань Чернобога призывает мертвейка кастом. О, классная штука. Но... Но требуемый уровень игрока десятый. Это я уже далеко пошёл, да? Поэтому, значит, что? 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 Давай, наверное, вот мы прокачаем порез. Мне кажется, это как-то более круто, что ли. Порез у нас есть. Блин, масло закончилось. Масло, масло, масло. Давай. Сейчас масло сделается, и мы пойдём. Во тьме кромежной крошить зомбарей. Теперь уже со способностью. Сейчас мы набежим и попробуем ему кровотечение открыть. Я не знаю, получится это или нет. Вот кровотечение открыли. По 5 единиц здоровья у него отнимается, нет? А чё, где кровотечение? Чё, она не работает, что ли? Сейчас, подожди. Надо его, походу, ещё раз ударить или ещё. Ну, давай вот с ноги. Как-то, как-то, как-то странно тут всё. Ничего себе, он мне защил. У меня сразу полный здоровья, а лох. Обалдеть. А ты чё такой крепкий? А он ещё и видишь, в броне какой-то. Но, тем не менее, я его, я его ушатал. Опыта не так уж и много дали за него. Он, видимо, кританул по мне. Других вариантов нет. У меня аж эликсир есть. Давай выпьем его. Эликсир, это хорошо. Кстати, там ещё же был, да, вот. Мы пробежали что-то мимо него. Костёр. Сейчас пожарим масса. Забираем мясо и кусок мяса. О, блин, забираем дерево и кусок мяса, заговариваюсь. Здесь проход закрыт. Кстати, как насчёт лука? Давай мы его достанем. Лук Луковский. Вот, началось. Утро в деревне. Ну, чё думаешь, ушатаю я их или нет? Они уже на меня согрелись, кстати. На тебе кровотечение. Чё-то как-то и не кровоточит он. С лука постреляю. Вот тебе. Минус 13. Минус 17. Куда ты убегаешь? Стой! Я с тобой ещё не договорил. И вот дружбан тоже обратно бежит. В жопу тебе. Ударил меня. Но он слёг. Это хорошо. Это хорошо, что он слёг. Мне будет проще драться с этими... ...чуваками, у которых есть дубина. Отход. Опа! Айсбок у меня. Айсбоку! Уходим. Пока нормально держимся. Нравится, что ауешу я своим топором. То есть сразу двоих задеваю. Один слёг. Ай, больно. Больно. Очень больно было. Я пойду. Я пойду. Достану лук. Мимо. Я сейчас могу просто откинуться. Ты куда это ушёл? Не уходи. Мы с тобой ещё не доболтали. Прикольно, что я не между костями попадаю. А всё. Стрел больше нет. На, кровотечение! Ух, ушатал! И чуть не сдох. И у меня, кстати, фонарь закончился. Но это я только троих еле-еле ушатал. И чуть не сдох. Там проблема-то в другом. Там ещё их стоит четыре. Пойду я, короче, на поверхность. Ура! Белый свет! Белый свет. Пойдём, подойдём к мужичку. Всё-таки. Кстати, вон там ящики ещё есть. Мужик, здорово! Мне бы не помешало, кстати, у нас есть сыр, который немножечко... Да. Мы скушаем немного сыра. Вот. Восполним здоровьем. И поздоровимся с нежданным. Здравь, будь мил человек. Не подскажешь ли, как дела у вас тут нынче? Какие слухи? А что интересное происходит? Человек, я так скажем, нездешний. Да дела-то не особо. В деревне беда, да не одна. Ну, это тебе лучше к старости велимейру сходить. Он больше расскажет. Во! Недавно осетра рыбаки выловили. Вот так кущу из коровок. А так! Бусармане шалят иной раз. Да и сказать нечего. Ещё эта телега триклетрия в глине застряла. Угу, телега застряла. Какая телега? Какая-какая? Моя! Старая телега уже, но в деле ещё пригождается. Вот в этот раз понадобилась. Токма пока до места нужного её тягал. Так эта шельма колесом в колею после дождя-то и угодила. Прямиком сажу её глину. Я и так едок тащил. Так и не совладал с телегой. Сила-то уже не та, что в молодости. Представь себе, как нарекли нежданным. Так вечно напасть всякое, прилипнуть, норовить. Может, у меня получится телегу вытащить? Попробуй. Коли получится-то, благодарю, чем смогу. Телега моя стоит вон там. Прямо по тропинке. Лады, попробуем. А покажи, что за товар у тебя есть. Что вообще, купить можно? Стрелы, арбалетная, старец. Что это? Карта для игры в кощуны. Вот тут ещё и в игры играть можно какие-то. Карточные. И в принципе ничего интересного у него и нету. Ладно. А ты ещё меня мог чем-то обучить, да? Обучи меня. Обучи меня. Плюс один к ловкости. Одна единица обучения, плюс 250 золотых. Ну, у меня там, в принципе, денежки-то есть. Давай. Всё, пока на этом всё. И можем с ним ещё в кощуны сыграть. Но это чуть позже. Не хочу вдаваться в подробности новой карточной игры. Пойду проверю, что в ящиках вообще. Что тут за ящики? О, баклажанчик, смотри-ка. Хлебушек. Да, вода. Забираем. Слиток. Чеснок. Может, я кирпус могу сделать? Лук. И воду ещё нашёл. И вон кабан стоит. Давай его зарубим. Ну, а чтоб он меня сейчас не зарубил, блин. Здоровье-то мягкий. Всё нормально. Живём, живём. Два куска мяса. Кстати, вот жареное мясо мы сейчас съедим. Чуть-чуть тоже здоровье подправим себе. Так, а где же телега-то? Говорит, прямо куда-то иди. Сейчас схожу. Сейчас схожу, посмотрю. Вон грибочек, по-моему. Вот это же гриб. Да, такой. Только к нему подошёл, он подрос. Обалдеть. Здесь ещё трава. Чё по инвентарю? Почти забит. А, инвентарь у нас бесконечен. О, здорово. Оказывается, бесконечен. Я уж думал, сейчас продавать что-то нужно будет. Место освобождать. В этом плане хорошо. Ладно, пойду телегу посмотрю где-то. А, в дом, кстати, можно зайти к нему? Можно в дом зайти. Ого. Как у тебя тут всякое интересное. Если я его грабанул, мне ничего не сделать? А, это он там про гвас что-то говорит. Я уже думал, грабитель! Кричит уже во всё. Ингредиенты для кулинарии. Заберём. Тут всё про ману, про ману. Что-то говорят, а я даже не вижу, где у меня мана. Серьёзно. Он там справа внизу, но что-то шкала этого никак не реагирует. Не уменьшается, не прибавляется ничего. Короче, тут вроде бы всё. Просто ограбили этого. Нежданчика. И всё. Стой, дай-ка я. А, нет, мана-то тратится. Всё, я просто, видимо, не обращал внимания. Она так тускло тратится, что непонятно. Окей. Так, а где... А, вон она телегу, увидел её. Увидел. Сейчас попробуем достать. Прикольное поле. Убираем оружие и давай как-нибудь подтолкаем. Брошенная тележка. Видимо, это та самая тележка Неждана. Попытаться вытащить телегу. Недостаточно силы. Ага. Короче, чтобы её вытащить, нужно прокачать силу. Силушку-богатырюшку. Ясно, ясно. Я подобрал... Стой, подожди. Косу подобрал? Можно разобрать. Ясно. Дедуль, привет. Староста Вельмир. Можно с ним поболтать. Вот, кстати, мы добрались до него. Здравствуй, странник. С чем пожаловал? Да вот старосту ещё. Да вот старосту ещё. Решил я встать на путь, ратный. Разузнать хочу о нуждах здешних. Может, беда какая приключилась? Или, может, сам смогу мудрости набраться какой? Ну, предположим, старосту ты нашёл. Звать Велимиром. А про знания всякие это ты по людям походи. Потолку и посмотри. Знатоки всякие имеются. Может, найдёшь чего. Оле, помогаешь деревне? То не забывай, что люд честной наш добрый. И так же помочь в твоих начинаниях готов. Аль в час нужды. У каждого в доме имеется сундук с дарами для добрых путников. Поэтому, коли в гости к кому войдёшь, бери оттуда, что потребуется. А вот беда... Беда и взаправду приключилась. И не одна. Та вечер рыбак наш, Векша, пропал. Мы уши искали, да не нашли ничего. Да и слухи пошли нехорошие. Не к добру. Если решишься, может, тебе повезёт след найти. Аль ещё чего, то подсобишь изрядно. Да не забудь про снаряжение, прежде чем по окрестностям разгуливать. А то вмиг голову сложишь. Такой говорит. Заходи ко всем, ройся в сундуках, бери, что хочешь, никто тебе ничего не скажет. И насекомые эти, чтобы на полях работать не дают людям, голодать начинаем. А ещё кто-то скот ворует ночами. Мало всего этого, так ещё и река перестала течь в наше русло. Жернова встали. О, как. Крысы вот эти хлопот немало доставляют. Я готов платить по 20 монет за хвост такой крысы. В доказательство расправы. Вот хвосты держи. Не зря собирал. Ладно, всё, я побежал, заболтался с тобой. Пойду к тебе в дом зайду. Может, ты мне сундучок здесь какой оставил? О, оставил. Хозяйские вещи написано. Прикинь, открыть не могу. Такой говорит, а в другие, чужие дома заходи, бери, что хочешь. Вот сундук, кстати, чусь. Ладно, хоть в одном поковыряюсь. Муку нашёл, вино. А это что? Медовуха! В течение 30 минут увеличивать силу на 2 единицы. Класс, может, мне это поможет вытащить. Так, подожди, давай-ка мы сохранимся. Где телега? Попробуем сейчас выпить медовуху. Поднимем силушку свою богатырскую. Сила увеличилась у меня. Смотрим характеристику. 2 единицы. Теперь попробуем вытащить телегу. Вы тянете тележку всей своей силой, и в какой-то момент колесо отрывается, а из-под земли вылазит гигантский живой сорняк. Так, подожди. Надо мне сырку забахать. Видимо, медовуха у меня что-то... Там ещё вон насекомые летают, какие-то жуки. Так, ну хорошо, давай подойдём. На тебе кровотечение. Живокорень какой-то. Пока не бьёт по мне. А, вот, хотела, хотела замахнуться, но я отошёл. Отходим. Ну всё. Живокорень слёг, и я, получая с него корень, используется в алхимическом. Понял. Так, ну чё, как бы телегу-то я вытащил, колесо так и останется, да? Пойду нежданчику расскажу. Может, обрадуется, что всё-таки высвободил я его телегу. Ну, не целиком, конечно. Одно колесо там всё равно в грязи осталось. Ну, надеюсь, что он с этим как-то справится сам. Нежданыч! Блин, ну и имя, конечно, у тебя. Здрав будь. Достал телегу твою. Достал телегу твою. Токма не полностью. Одно колесо так в глине и осталось. Какое-то живое растение её удерживало. Я телегу силой своей дёрнул, а колесо и отломалось. А после вылез этот сорняк поганый. Живой сорняк. Бывает же такое. Делегко пришлось водить. Ладно уж, придётся новое колесо сделать. Поронился, смотрю. Рану надо б наобработать. Вот, возьми настойку берёзовую. Да подорожник приложи. Благодарю. Слушай, а давай-ка лучше я к плотнику схожу. Да новое колесо тебе сделаем. Где искать его, не знаешь? В самом селении ищи. Не ошибёшься. Окей, ладно. Пойщу. Бегу и смотрю. Деревянные грабли валяются. Ну думаю, а что они валяются? Надо подобрать. Вон цветочек ещё. Лён. Точно тут больше ничего? Пойду с насекомыми подерусь. Покажу им Кузькину мать. Там крысы внизу. Ограничение демоверсии. Вниз не спустишься. Ну там сундук, кстати, крыс охраняет. Сейчас подерёмся. За сундук-то. Ну-ка. Что там у нас? О, отмычки. Масло для фонаря. Разделочный нож. Скорость атаки. Дистанция атаки. Урон в ближнем бою. А у топора что у меня по урону? Урон 10. Дистанция атаки 120. Тут видишь, дистанция атаки маленькая. Урон в ближнем бою 6. Ага. Скорость атаки. Можно, кстати, попробовать. Как настоящий воришка. Ну-ка. Пойдём насекомых порежать попробовать. А, ограничение. Ограничение. Точно. Не дойдём мы туда. Тут наверху где-то летало. Небольшая, может, тоже ограничение. Да что ты? Ну что ты делаешь? А сюда-то? Тут тоже никак. С насекомыми, короче, побороться не выйдет. Я понял. Доска с задачами. Давай посмотрим, что тут у нас. Дом пустой. Может, мой будет. Доска объявлений. Недалеко от деревни медведь орудует. Вешка наш. Рыбак пропал. Ежели кто желает печью воспользоваться, добро пожаловать ко мне. Только муку не забудьте. Мельник. Ну, короче, вот. А вот и мельница заодно. Камни возьмём. Хлеба с картошкой возьмём. Супы теперь можем варить. Раз всё у нас это есть. А как? Подожди. А как к мельнице-то внутрь зайти? Я двери что-то там не видел. Крысы. Во. Крысы прям тут. Стой, подожди. Попробуем наш ножик. У нас, типа, мега-супер-быстрая атака. А чё, где ножик-то? Меня крысы покусали, пока я там расслаблялся с ножиком. Чё-то им вертел, крутил, показывал винты, финты. Ну, как бы возле туалета меня чуть не загрызли. Обидно было бы. О, сундук. Отмычка сломана, сломана, сломана. Требуется отмычка. Все отмычки поломал, чтобы открыть этот сундук. Что же там в нём внутри? Кабаны! Есть отмычки. Ну, давай, давай, давай. Нападай. Думаешь, я с тобой не разберусь? Так. Миско. Кожу взял. А, я хотел здесь этого найти. Где же он тут? Плотника. Чтоб колесо-то сделать. Тут у нас таверна. Плотник, ты где? Где же плотник может быть? Деревушка такая живая. О, конь. Мощный такой. Ты плотник. Мне бы колесо на телегу ручную... Вот, точно. Мне бы колесо на телегу ручную справить. Вот как у неждана тележка, если знаешь его. А что не знаю? Знаю, конечно же. Постоянно с ним что-то случается. Молвил я ему, сходи ты уже к волхвам. Ну, может, порча какая. Он все отнекивается. А колеса уже готовы. У меня есть. А с тебя за материал-то за работу спрошу. А ежели принесешь древесины, то только за работу. Ну, на тебе денег и деревесины. Вот, все необходимое. Добротное дерево. Собирай колесо. Ну, спасибо. Нежда ночь там вроде с колесом все намутилось. Обрадуется, не обрадуется, чувачок. Брав будь. Принес колесо. Принес колесо на вехонькое. Лучше прежнего. Действительно, добротное. Ну, служил. Благодарю. Это тебе за труды. Бывай. Хочу спросить, может, не в имени дело-то у него все-таки. А может, не в имени дело-то? Не думал, что порча какая на тебе висит? Может, волхвы что поймут в сием деле? Надо бы к ним тебе наведаться. Всяко лучше, чем репучи... Мысля хорошая. Но я даже и не знаю, где искать волхвата. Дел, наверное, у них не в проворот. А давай я и поищу. Все равно странствую. Земли новые изведать пробую. А вось наткнусь на мудреца такого. Да спрошу за тебя. Было бы славно, дружа. Ну, вот и ладненько. Дело здесь еще непочатый край. К печке сбегать хлеб на пеки, поля с пшеницей от насекомых сбереги и приключений на жопу обязательно найди. Так что, если хочешь увидеть все эти похождения богатырские наши, ставь лайк, подписывайся, и тогда мы вновь увидимся. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok